всем алко привет друзья какие только мысли не приходят сидя на замечательном белом троне сегодня я решил что я не готов покупать за такие бешеные деньги вы видели сколько стоит бутылка хорошего коньяка от трех и выше тысяч но не хочется же пить сивуху и бормотуху по 200 рублей да даже за 200 рублей ты сейчас ничего не купишь именно поэтому сегодня я научу тебя производить вкусный качественный и замечательный алкоголь у себя дома и с минимальными затратами ты получишь охренительнейший вкуснейший алкоголь ценой до 500 рублей сегодня мы попробуем с вами сделать как минимум 10 бутылок водки коньяка и кальвадоса а как я расскажу тебе погнали слушай давай не будем вот этих всех стуками иди я дела доделаю ты сидишь продавец не могу сделать правильное создание вкусного домашнего алкоголя состоит из трех этапов первый этап это брашка второй этап это перегон как мы достанем все нужное оборудование и перегоним эту брашку в спирт и третий этап это настаивание лишь только после настаивания по прошествии определенного срока времени о котором я тебе расскажу мы попробуем сам продукт начнем с первого этапа мне понадобится бродильная емкость сахар дрожжи и водичка дорогие друзья нам понадобится 7 килограмм сахара сейчас мы высыпали сахар в бродильную емкость и залили это кипятком это делается для того чтобы получить сироп чтобы дрожжам было гораздо проще справиться нежели с песчинками сахара и так сначала мы высыпали первую часть сахара залили кипятком теперь мы высыпаем остальной сахар в общем счете я высыпаю 7 килограммов сахара кстати хочу обратить ваше внимание на то что некоторые пачки сахара бывают по 900 грамм они по килограмму поэтому обязательно смотрите на упаковку сколько сахара вы насыпаете от этого зависит количество спиртозности в вашей брашки теперь все это дело мы снова заливаем кипяточком ух как камера запотевает красиво после того как мы залили сахар кипятком мы тщательно его вымешиваем и превращаем все это дело в сироп у нас должен получиться сироп ровной консистенции и так друзья вот такой вот сиропчик у нас получился выглядит замечательно очень хорошенький сочненький сладенький и никаких крупинок сахара практически не осталось ну а теперь просто добавь воды друзья прямо сейчас мы берем свою вкусную чистую воду из скважины и добавляем ее в нашу бродильную емкость для того чтобы сироп размешался с водой но и конечно же продолжим как мы доливаем воды во всю нашу смесь до полного объема в 27 литров то есть должно быть на наши 7 килограмм сахара 27 литров воды и пачка дрожжи я налил 27 литров воды в этот сахарный наш сироп и теперь мне потребуются дрожжи дрожжи я использую turbo дрожжи ракета называется это не реклама но реально очень быстро буквально там за два за три дня бухлишку они съедают работайте ребятки и буквально через несколько минут они уже начнут работать и сразу просто такой характерный запах появляется в доме давайте понаблюдаем как начинают работать дрожжи они уже ходят по кругу бегают и начинают образовывать вокруг себя пену как вообще работает дрожжи на самом деле все просто они едят сахар и суд срут алкоголем то есть они пердят выделяется газ выделяется дерьмо и выделяется бухлишка все очень просто так что пьем мы с вами ребятки говно из санина дрожжей в принципе мы увидели с вами что дрожжи уже проснулись они сейчас начинают работать и ближайшие несколько часов они начнут активную деятельность а я прямо сейчас закрываю все это дело крышкой крышка в первую очередь ставится для того чтобы пердеж дрожжей мог выходить на улицу но туда ничего не попадало именно извне дабы не повредить наши дрожжи и сверху ставится вот такая штука называемая гидрозатвор в него мы наливаем немного воды вот так вот налили воду сразу втыкаем его вот в эту специальную дырочку сверху одеваем крышечку и ждем когда же они начнут пердеть и вот он раннее утро и как вы видите сейчас у нас очень хорошо бродят дрожжи гидрозатвор булькает это значит о том что все работает выделяются газы все бродит все офигенно нам надо будет подождать пару-тройку дней когда полностью перебродят дрожжи и когда гидрозатвор перестанет издавать какие-либо звуки хочешь самогон очки ну что дорогие друзья прошли еще одни сутки как вы видите бурление уже намного спокойнее намного меньше а вы ждем дальше ждем третий день видите еле 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 пулькает уже поэтому завтра будем переходить к следующему этапу а следующий этап это перегонка ребят четвертый день прошел замечательно брашка перестала бурлить но сегодня уже день 6 объясню почему у меня случилось прекрасное событие у меня появился кухонный гарнитур поэтому пришлось пару дней отложить для перегонки но самое главное то что наша брашка она не боится времени она может стоять у вас хоть месяц хоть полтора вы можете даже просто открыть и оттуда сделать охренительный глоточек и вас уже накроет если у тебя нету перегоночного куба даже на этом этапе наши предки наши деды и бабки брали стаканом зачерпывали эту брагу пили и пьянели и радовались то бишь сейчас ты увидел самый простейший вариант как можно сделать дома алкоголь дешевый и сердито порядка 25 литров вкусного 22 градусного бухлишки ну а я пойду дальше у меня есть перегоночный куб кстати если у тебя его нету то ты можешь его купить сейчас да в принципе на любом сайте новые они стоят порядка от 10 тысяч нет есть маленькие от 6 тысяч даже я видел но я бы не стал покупать новый я бы взял тупо на авито как будто реклама авито было стараемся не болтыхать потому что трупы валяются все самом низу у меня друзья можно сказать наверное самый простой куб без понтов это вот такая вот железная бадья сухопарником которым является банка и с этой хренью ну там спираль короче а баба внимание конкурс чуваки специально для вас очень первый кто посчитает сколько раз за это видео я пергну или рыгнул первый кто напишет комментарий точное правильное количество того подарю бутылочку продукта мы переливаем брагу наш на самом деле уже прямо сейчас как я говорил ее можно испить на самом деле дома делать многим запрещают джон и потому что все таки есть присутствует специфический запах но я скажу так когда ты к нему привыкаешь ты его не чувствуешь но люди которые заходят тебе в дом во время того когда бродит брашка они говорят фу чё за водичи кстати хочу обратить ваше внимание у меня появилась кухня как я уже сказал я сделал такие подсветочки пульта все тут свет там свет здесь в общем все с пульта все красиво встроенная техника много полочек холодильник посудомоечка в общем ну пусть это будет минимальным обзором нашей кухни например вот можно в шкаф заглянуть и да это не рисунок это не картинки это реально так уложены продукты которыми мы пользуемся которые мы едим но если хочешь обзор полностью всего пиши обедом в комментарии обедом пищи в комментарии обед пищи по количеству друзья самое главное не видеть много браги мы наливаем примерно две трети куба потому что существует возможность того что может это все дело пизда ну и закипеть конечно первый принцип термодинамики врага может пиздануть потребуется нам еще вот такой кранчик когда была кухня у нас босяцкая я вообще не парился я брал просто вот шланг и тупо втыкал его прям в кран но сейчас кухня модная придется воспользоваться суперизолентой и вот этим кранчиком ты кстати познакомиться зрителей с краном его зовут кран и он дает воду причем он дает два вида воды обычная из скважины которую мы не пьем а вторая вода идет модная чистая и вкусная купила такую штуку фильтр глубокой очистки и вот этот вот фильтр чистит воду и включая отдельный кранчик мы можем спокойно наслаждаться вкусной чистой водицы смотрите какой он таинственный писает в бок и вниз две трети даже чуть более налито лично я ставлю на отдельную индукционную плиту потому что но друзья техника сейчас ябанистических денег стоит и вот этот плита хайр стоит блин порядка 50 тысяч рублей комфорки вот эти и если вдруг посредством самогона что-нибудь на ней сломается я думаю что мне не только голову жена открутит но и яйца прикручиваем закрывашку а пока закручиваем мы можем уже включать плиту на прогрев максимальную мощность потому что сейчас нам нужно догнать но можно в любом в ускоренном режиме до 80 градусов нашу жидкость со многими винокурами и самогонщиками я спорил на тему того как правильно перегонять какое количество раз перегонять некоторые перегоняют и 34 раза некоторые перегоняют один раз и пьют сивушное дерьмо лично что делаю я самогонная скажем так фракция делится на три части первое это головы второе это тело и третье это хвосты что такое головы головы это самые самые отвратительнейшие самые вредные для здоровья спирта это по сути ацетон потом идет тело то есть то что мы пьем то что нам так нравится выпивать и хвосты хвосты это идет уже такая вонючая шлейф такой первый раз мы перегоняем я лично всегда отбираю головы на один килограмм сахара 50 грамм голов это повторюсь это первый перегон на один килограмм сахара которого мы заложили 50 грамм голов я убираю это место для голов грубо говоря это называется сухопарник то есть сюда заходит у нас из трубки пар здесь он уже более преобразуется частично в воду ну чуть позже мы увидите здесь будет такая вот жижа она вонючая просто это просто жесть такой вонючей херни это хуже моего пердежа и затем пар дальше через вот эту трубочку проходит здесь у нас идет спиралька у нас есть подача и обратка воды а уже отсюда пройдя через спиральку и охладившись с помощью воды пар превращается в наш нужный нам продукт спирт я подставлю вот такую небольшую 250 грамм баночку для первого перегона для голов нам выше крыши хватит ну а пока скучно я достаю уже свой заранее приготовленный продукт как видите вот такие этикеточки я сам на принтере печатал домашний продукт бухло вкусные 42 градусов объем 075 значит чё у нас тут идет пшеничный дистиллят вот это вот сахарный дистиллят до этого я делал добавлением пшеницы брусок дуба в принципе тут он видно они брусочки и мед вот этот продукт он у меня стоит с 19 мая двадцатого года то есть уже да да хрена он стоит то есть это это реально это уже прям крутой модный коньяк кстати заметь эликсир молодости я так как сейчас выпиваю один ты со мной не хочешь пить ну а самому себе как-то наливать но это я не знаю но западло не так давно наткнулся на очень добрый сайт на котором увидел вот такую замечательную штуку под названием наливатор российский производитель хочу вам немножечко рассказать о нем поделиться что же это такое изначально это вот такая вот коробочка с ним идет в комплекте вот такой вот power bank которого хватает в принципе на пьянку в пятером легко и просто и также из него сзади выходит вот такой вот шланг вставляем в любую бутылочку в любую баночку в любую емкость с продуктом который ты произвел либо который ты купил в магазине кстати если вдруг у тебя организовалась пьянка а батарейка мертвая то ты все просто ты запикиваешь вот этот вот usb в розеточку и у тебя все как бы работает устройство достаточно простое но при этом настолько умная как говорится роботизация на экранчике отображается именно способ налива то есть первый способ это при нажатии кнопки и есть второй способ это автоматом как только ты ставишь рюмочку он сам тебе наливает но мне так не нравится я спиваюсь так буквально за 20 минут я уже в мясо типа чем у рюмка налита стоит надо выпить банч а вот опять рюмка стоит ну короче это очень опасно после того как ты поставил рюмочку вот он сейчас знает что она пустая она загорается красным ты поднимаешь она загорается синим он знает что там ничего нету после того как мы нажимаем к примеру кнопочку наливаем напиток он загорается зеленым и мы знаем он знает точнее он умнее чем я он знает что там уже налито и наливать больше не надо пока я не выпью далее смотрите здесь вот такая вот крутилка вертелка мы можем регулировать количество грамм наливаем их начиная от 5 грамм до пол литра я накручивал но столько мне кажется сложно за раз выпить это слишком опьянеет как это все делается вот так вот берется в продукт пахнет изумительно понюхай красота берется друзья домашний компотик вот на самом деле ролик такой знаешь импортозамещение что называется свой продукт нахер виски нахер пиписки свой компотик из своей клубнички наварили охладили красота в общем дорогие друзья я хочу поднять этот бокал за всех тех кто смотрит кто разделяет мои интересы кто ставит лайки кто пишет комментарии за вас после чего например приходит друг и он тоже хочет выпить он ставит рюмочку на соседнее место и при этом наливатор знает что я свою рюмку уже выпил я не поставил ее на место видимо я пока не хочу пить но вдруг говорит налей мне братан наливатор ему начисляет 20 грамм другом поднимает илья губри выпивает за ваше здоровье а красота при этом сейчас наливатор горит синим цветом и если мы нажмем кнопку он не реагирует вы чё дебилы тут нету ничего тут нету никаких стаканов но как только я ставлю стакан и наливаю опять нажимаю наливаются заговариваюсь штука хорошая я пока вас покидаю мы с наливатором хотим пообщаться кстати я думаю что ты наверное захотел такую же игрушку полюшку вам и захотел ссылочку для тебя я оставлю в описании ты можешь заказать такую модель там есть модели более умные он еще и тосты умеет говорить разговаривать при этом разные дизайны разные исполнения и в принципе это замечательный магазин куча интересных девайсов подарочков начиная от ножей заканчивая в общем если ты хочешь кому-то сделать приятно ну как минимум себе то переходи по ссылочке и посмотреть чего там только нет я ну что же у нас температура чуть больше 70 градусов поэтому мы немножечко регулируем поток то есть мы переключаем подачу холодной воды прямо сюда на наш скажем так охладитель и вот они пошли первые капли нашего драгоценного напитка но эти капли ни в коем случае нельзя употреблять это еще раз повторяюсь это головы что называется головные фракции в общем это то что вас может отравить то от чего вам утром может быть плохо поэтому обязательно отделяйте но мы сейчас снимаем часть голов для того чтобы спирт сирец уже был чище для того чтобы нам меньше было его фильтровать меньше чистить ну и соответственно чтобы вторая перегонка была уже намного вкуснее чище и качественнее при этом смотри у нас количество капель увеличивается буквально там за секунды первый перегон спирт сирец мы можем не надо нам прям прессать с температурой нам главное держать чтобы у нас холодильник чтобы охладитель всегда был холодный когда пойдет уже даже небольшая струйка ничего страшного нам не нужно прям делать отбор до капельной по капельной то есть мы спокойно отбираем чистим перегоняем но я чуть-чуть убавляю температуру дабы нет перепрыгнуть потому что все-таки плита индукционная и накопительный эффект присутствует друзья ну как мы видим баночка 250 миллилитров уже у нас наполнилась головными фракциями и мы поставляем трехлитровую банку дабы отбирать уже тело причем тело спирта сырца скорее всего самогонщики винокуры сейчас скажут какой хернёй занимается этот чувак типа нахера он это делает ребят я так хочу я так могу я могу себе позволить два раза отобрать головы ну а чтобы не нажраться во время перегона я решил приготовить соляночку но друзья об этом совсем другая история и если вам хочется услышать от меня какие-то интересные необычные рецепты обязательно обязательно пишите об этом в комментариях и я сделаю либо стрим вечерний на котором мы будем готовить возможно даже на улице и в мангале в казане еще в чем-то ну либо же я приготовлю что-то дома и сниму это на видео покажу вам контенте у нас на кухне идет полным ходом движ немного шума готовится соляночка готовится салатик ну стоит только начать что-то делать сразу движет так мы проверяем у нас уже набралось примерно где-то около литра наверное продукта спиртометр показывает примерно 63 ну 63 65 градусов на данный момент у нас идет спирт сырец поэтому и продолжаем его отбирать еще примерно литра полтора 2 пришло время очередной раз проверить градусность у 43 примерно градуса и это говорит о том что мы закончили вторую перегонку на самом деле время уже капец ночь глубоко пердеть уже сил нету уже и покушали и попили и даже наливатор говорит илюха я уже устаю наливать уже горит скоро батарейка садится в общем друзья мы сделали два перегона за один вечер и сейчас мы приступим к чистке у нас уже почти три литра спирта спира у нас уже почти три литра спирта сердца который мы будем перегонять еще второй раз так ну что у нас показывает смотрите у нас показывает но порядка 40 градусов спирт сырец я выгоняю примерно до 30 это банка сейчас у нас наполняется и то же самое мы повторяем со второй частью нашей браги у нас в принципе осталось ровно половина как только наш спиртометр показывает 35 градусов я останавливаю перегон я сливаю все что там осталось в раковину и заливаю новый то есть повторяю я второй раз это а дальше мы друзья с вами уже чистим сыр а дальше вы узнаете в следующей части потому что честно уже нету сил мы валимся с ног и обязательно снимем продолжение прошу прощения много посторонних звуков потому что это бурлит посудомойка тарахтит все работает мы перегнали полностью всю брагу которая у нас была вот эту бочку мы полностью опустошили сделали второй раз но я не стал вам показывать это одно и то же это грустно скучно и нелепо тот спирт что у нас получился называемый спирт сырец я разбавил водой до 20 градусов то есть 20 градусов был выход и я снова налил его вку получается у нас вторая перегонка вышла в итоге ну порядка литр двести полтора бошек у нас вышло 6 литров непосредственно самогона сейчас его крепость на данный момент вот этих 6 литров примерно 60 65 градусов то есть разница не такая уж большая я имею ввиду из общего из двух банок сейчас у нас получается идут хвосты хвосты я собираю на самом деле для того чтобы просто не выливать брашку содержанием алкоголя я эти хвосты потом просто вылью в следующий замес то есть когда я буду ставить новую брашку я вылью туда место воды хвосты соответственно спиртозность повысится все будет ништяк вот таким образом мы с вами получили 6 литров замечательного прикольнейшего продукта но прежде чем его пить его нужно почистить и прямо сейчас я вам об этом расскажу для того чтобы мне почистить самогон я использую самый новый самый доступный способ это тупо фильтр по типу аквафор барьера или что-то подобное одного фильтра одного картриджа хватает всего лишь на один раз на одну чистку на один перегон то есть грубо говоря вот эти вот 6 литров которые я получил я могу почистить с помощью этого фильтра только один раз дабы не покупать дорогущие кассеты мне подсказали из интернета лайфхак мы один раз это делаем то есть я сейчас делаю на самом деле это первый раз но я уверен в успешности этого эксперимента мы берем кассету и срезаем вот эту верхнюю часть только чтобы оставалось у нас резьба и аккуратненько в мусорку вытряхиваем все содержимое фильтра а что мы видим уголь какие-то белые штучки и какие-то черные штучки и две сеточки нижнюю сеточку мы оставляем она остается на месте кассету промываем потому что нам уже нахрен не нужны вот эти вот старые шняги далее практически во всех алка магазинах всякие там винокурни и прочая движуха продаются вот такие вот штуки уголь кокосовый бывает древесный я лично беру кокосовый потому что на мой взгляд он чистит гораздо круче с помощью волшебных рук мы засыпаем стараясь не просыпать уголь в этот фильтр мы использовали примерно треть баночки эта баночка стоит примерно 250 рублей то есть нам хватит сейчас вот этого фильтра чтобы очистить как минимум 6 литров моего вкуснейшего самогона как только мы его очистим внутренности этого фильтра мы снова выкидываем и запросто засыпаем новый таким образом 250 рублей этой баночки кокосового угля нам хватает как минимум на три раза три раза перегнать три раза профильтровать сейчас несмотря на то что продукт мы перегнали уже два раза он имеет все равно свой некий вот этот вот небольшой специфический запах а мы продолжаем с вами делать фильтр когда мы засыпали уголь сверху подпихиваем обычный ватный диск это подпихивается лишь только для того чтобы наш уголь не разлетался вот просто по всей вот этой вот бадье вкручиваем на место и вуаля начинаем процесс заливаем и ждем в общем еще раз мы все это прочистили два раза полностью была произведена чистка нашего продукта перевели вот в такую вот бутылку четыре с половиной литра и половину трех литровой банки но в принципе ничего не изменилось теперь мы замеряем спиртозность я не знаю вам видно нет спиртозность у нас порядка 60 градусов общее это вполне себе неплохо для такого объема мы используем получается калькулятор разбавление спирта водой ну полно есть сайтов лично я пользуюсь сайтом алкофан мне это удобно и так количество спирта мы пишем у нас 6 литров процент спирта ну грубо давайте вот мы напишем не 60 давайте мы 58 напишет это да и какой мы хотим процент после я обычно делаю 42 процента рассчитать кнопочку нажимаем он нам пишет нужно добавить 2 литра двести восемьдесят шесть миллилитров воды что мы сейчас и сделаем мы добавим 2 литра двести восемьдесят шесть миллилитров воды также хочу заметить достаточно важный момент для разбавления мы используем именно чистую хорошую фильтрованную либо бутилированную воду как мерный стакан грубо говоря я использую чайник наливать я все это буду вот в эту опять бродильную емкость объясню почему нам надо смешать все и сразу а у меня нету такой большой емкости который поместилось бы такое количество жидкости очень важный момент мы всегда вливаем спирт в воду но никак не иначе обязательно еще раз повторяю мы наливаем сначала воду а в нее уже заливаем спирт и пошел в спирт в воду грубо говоря у нас сейчас хорошая чистая водка я беру спиртометр и прямо здесь в этой бочке закидываем смотрим 42 43 градуса такая огненная вода меня вполне устраивает дав отдохнуть порядка получаса после размешивания начинается самый любимый и самый приятный для меня момент дорогие друзья это изготовление непосредственно продукта потому что ну чистый спирт чистую водку йод но не знаю может быть кто-то из вас любит лично я не люблю поэтому я всегда делаю кучу разных настойки то есть у нас сейчас получается плюс минус 8 литров крепкого алкоголя и мы сейчас будем делать настойки начнем конечно с натурального так как сейчас сезон ягод а мы живем в селе я беру клубничку снимаю попки клубничка помыл уже предварительно закладываю в бутылку тот момент ради которого вот эти несколько дней ты там что-то заморачиваешься гонишь там ходишь мочишь блин смотришь считаешь крутишь начинается вот этот алхимия обязательно в каждую бутылочку нужно добавить немножечко любовь клубника за счет своих соков она еще разбавит наше бухло на выходе получится ну то есть где-то там 35 может быть 30 даже возможно крепости градусов клубничница назовем ее если ты хочешь сделать мужицкую клубничницу то тебе нужно твой спирт изначально разбавлять градусов и так до 50 отлично ягодки мы почистили и теперь мы их заливаем хорошо что здесь есть вот такой вот кранчик налили прям всклинь и закрываем крышечкой первый литр вкуснейшего продукта будет готов у нас примерно через полторы недели сейчас я это убираю в темное место прохладное ну это погреб может быть может быть подвал там в холодильник в принципе даже не обязательно темная и не обязательно прохладное просто куда-то уберите чтоб в теньке она была чтобы не под жарящим солнцем и периодически раз-два в три дня я это переворачиваю ну а теперь к моему любимому напитку который я обычно больше всего делаю это некий такой коньяк ближе может быть к виски закидываем щепу но здесь сейчас ее мало обожженную щепу дуба причем именно жестко обожженную я люблю заливаем я прям даже видите взял большую бутылку то есть мы заливаем ее и у нас через неделю через полторы просто ну нужно иногда пробовать по чуть-чуть через неделю полторы у нас будет офигительный напиток сейчас я рассказал тебе два самых моих любимых таких первых способа да но на самом деле все ограничивается только лишь твои фантазии ты можешь делать все что угодно я в свое время делал и вишню клубнику малину какой сезон что сейчас есть то ты можешь и пихать есть прикол когда люди выращивают огурец в бутылке на этом огурце настаивают кстати если сто человек напишет хочу огуречную водку ну с огурцом в бутылке я сниму видеоролик как я делаю настойку с огурцом с большим огурцом в бутылке который будет я покажу как сделать как засунуть этот огурец в бутылку от и до все расскажу ну а мы двигаемся дальше ребят продаются вот такие вот наборы называется пряные виски например это полностью натуральный набор корица гвоздика перец душистый имбирь мускатный орех корка апельсина перец красный кардамон ванильный сахар изюм подобные штуки пробовал всего лишь пару раз обычно я делал именно на дубе именно выдерживал на дубовых вот этих вот опилках на дубовых щепках и на фруктах но почему бы не попробовать и такой вариант давайте попробуем фух красота какая не нашел короче двухлитровый тары поэтому будем лить в трехлитровую банку но чтобы не покупать чтобы сэкономить ты можешь вот воспользоваться и записать себе ох пахнет кстати охеренно и все это высыпаем теперь хорошенечко взбулькиваем цвет такой непонятный цвет детской неожиданности но сразу ребят проговорюсь в любом случае настаивайте не настаивайте нужно все равно дать отдохнуть нашему продукту чтобы он реально полежал немножечко все вкусы свои раскрыл все потенциалы и только лишь тогда ты сможешь понять насколько это охеренно вкусно одну литровую бутылочку я оставлю наберу для вики чистого потому что она попросила хочет сделать какую-то штуку называется рафаэла и как сделать рафаэла это как а то есть я не знаю я еще не придумал но она уже попросила я купи говорит стружку кокоса и чего-нибудь сладкое насчет сладости я очень часто в алкоголь добавляю мед но мед я добавляю как правило когда алкоголь уже немножечко поднастоялся то есть там недельку пять дней он постоит я его пробую чувствую что о вкус уже охеренный вкус есть и тогда я добавляю там одну две ложки меда на литр продукта потому что он все таки дает свою вот эту сластинку дает свою нотку охренительности также ребят я заготовил такой некий экстракт смородины я просто очень люблю смородину я залил листья смородины спиртом своим естественно своим крепким именно самогоном они настаивались примерно две недели то есть ну достаточно прям много листьев в спирте в малом количестве они настаивались закрытой емкости ну и потом я все это дело пожмякал скалочкой там дал балочкой и получается все это отжимаешь и у тебя получается некий такой экстракт а я не знаю как это обозвать концентрированная смородина сюда я уже добавил вот этот вот концентрированный смородиновый вкус из листьев и смородины также мы заливаем но это кстати впить можно будет уже там буквально через два-три дня просто чтобы отдохнула подхолодить подморозить будет ну и в последнюю бутылку этого розлива я решил добавить ребят вот такую вот штуку алкостар кальвадос экстракт что же это такое если бы я знал что это такое но мы не знаем что это такое натуральные ароматические эссенции бренди яблоко глицерин пищевой натуральный краситель е 150 а ну если ешка я уж не знаю насколько кто в это верит но я лично не верю и мне в принципе насрать на все вот эти вот что говорят там в интернете и по телевизору что ешки это вредно и так далее содержимое флакончика достаточно для придания вкуса аромата и цвета не менее 10 литров готового продукта нихера себе ну и при этом говорят что ее типа можно пить чуть ли не сразу но сразу естественно как водку я бы сразу не стал пить нужно всегда давать отдохнуть продукту чтобы было вкуснее сколько мы 3 налили давайте 5 нальем размешаем и попробуем причем достаточно недешевая я бы хотел сказать вам ништяк мы не будем брать в расчет наших подсчетов общих до запаха нет прикольно вкус появился сейчас я уберусь и будем подводить итоги тебе интересно послушать сколько я потратил и сколько получил прямо сейчас я расскажу во первых потратил я примерно свои сутки из жизни ровно сутки ушло у меня на две перегонки дробные на все это настаивание перестаивание переделывание то есть именно я был занят примерно сутки времени теперь касаемо финансов мы купили 7 килограмм сахара по 67 рублей получается 469 рублей дрожжи я купил за 189 рублей так как воду мы не покупаем бутилированные у нас своя скважина но я предполагаю что с учетом перегонки с учетом всех-всех-всех вот этих вот движух мы потратили воды на 50 рублей так как мы живем в деревне электричество мы сожгли всего лишь на 60 рублей клубнику мы брали свою щипа у нас своя которую я уже использую далеко не первый раз набор пряностей я купил за 120 рублей плюс кокосовый уголь я купил за 200 рублей и того тысяча восемьдесят восемь рублей мне обошлась вся данная процедура теперь что же мы получили за эту тысячу восемьдесят восемь рублей литр вкуснейший клубничной настоечки 175 вкуснейшего коньяка выстоянного на бревнышках дуба 2 и 2 литра вкуснейший виски который будет еще настаиваться пряный нежный вкусный сло сочный сладкий одна бутылочка водки почти литр ну где-то 080 здесь налитом 085 даже смородинки литр и эта бутылочка неведомого продукта который мне дали на пробу тоже литр итого 1 2 3 4 5 6 7 8 8 с небольшим литров алкоголя за округлим 1100 рублей 16 матч его бутылок 16 пол-литровых бутылок так почти ящик крепкого вкусного настоящего алкоголя в домашних условиях охренеть еще раз хочется выразить отдельную благодарность магазину alex master . store которые помогли мне выпустить это видео и которые произвели вот такого замечательного друга который всегда с радостью со мной садится за стол и выпивает а сейчас мне хочется сказать тост друзья я хочу выпить за рациональное распределение денежных средств я хочу выпить за то чтобы деньги не зарабатывались а приходили в наши карманы я хочу выпить за то чтобы мы улыбались и не думали о том что у нас нужно что-то заработать что нужно куда-то идти нужно что-то делать я хочу чтобы каждый из нас жил в свое удовольствие друг наливатор налей мне рюмашку спасибо дружище да ну тише тише братик тише я ж так напьюсь спасибо друзья всем пока да да